Всем привет! 3 июня, я нахожусь на озере, приехал на рыбалку и решил попутно зайти в прибрежные, скажем так, кустики, посмотреть трутовиков. Ну это просто джекпот. Вы только посмотрите. Целое дерево трутовика. Так, этот уже жесткий, а вот эти ничего. Да. Этот вообще молоденький. И здесь тоже. Если они чистые, то получится собрать на котлеты. Но это еще не все, друзья. Переходим вот сюда. И только посмотрите, какие гиганты. Ну в принципе, края мягкие. Опять же, если он чистый, то возьму на котлеты. Пара дырок больших в ножке. Ну а дальше грибы абсолютно чистые. Если остальные тоже будут чистыми, то сегодня у меня будут просто обалденные котлеты. Так, ну что, посмотрим вот эти большие. Честно говоря, мне кажется, они переросли, но вот так вот края, по крайней мере, можно будет взять на котлеты вполне. О, идеально чистый. Котлетный вариант. Вот это грибок. Тоже идеально чистый. Ни одной дырки. Но это мне повезло. Вот эту часть сразу выбрасываем. Она слишком жесткая даже для котлет. Ну а вот это, видите, сочный, мягкий. Такой мы берем. Дома нужно будет только почистить вот так гименофор и все, отварить, прокрутить и можно будет делать очень вкусные котлеты. Лучше всяких вешенок. И здесь тоже чистейший. И, кстати, даже вот эту часть у этого гриба можно взять. Даже совсем молоденький есть. Таких можно даже пожарить. И вот этот тоже вполне мягкий. О, этот червивый. Маленький, но червивенький. Но вот так обрежем, а дальше чистый. Ну вот, буквально пару минут, пол пакета есть. Здесь, кстати, еще какие-то пиццы, по-моему, растут. Но их мы брать не будем. Лучше обойдем дерево. И соберем вот эту красоту. Вообще свежак. Молоденький. Так, здесь ножка снизу. Тоже хороший. Маленький. Так, вот эти. Вообще свежие. Вот эти мягкие, их даже можно будет пожарить. Да, но это уже последний шанс их собрать. Буквально неделя. И они все задубеют. Перерастут. И взять будет нечего. Вот тут еще маленькие. Но эти уже суховаты. Следующий пенек. Так, по-моему, червивенький. Да, вообще. Даже вон. Личинка. Так, вот этот. Тоже червивый. Кстати, вообще молодые, мягкие. Блин, ну тоже червивые, похоже. Хотя нет, дальше нормальные. На, здесь вот так вот можно обрезать. А дальше вообще идеально чистый. Ну, вот такие мягкие, конечно, самые идеальные, потому что их можно пожарить. О, еще сухой. Так, мягенький, свежий. Тут пара дырок больших. Это не страшно. Так, эти уже, по-моему, нет. Плоховатый, да. Так, большой посмотрел. Да, уже жесткий. Такой не берем. Так. Чистый. Да, хороший. Вот, вообще, свежак. Так, на жарёку. Ну, а тут на дубе. Молодой, молодой. ТСЖ, но при этом уже дубовый. Он вроде бы только зародился. А смотрите, уже крошится. Высох. И вы только посмотрите, какой дубище. Столетний. Да. Вот это деревца. ТСЖ пока его не съел. Но по грибам как-то больше особо не попадается. Да ладно, полянка. В одном месте. И все. Хотя леска тоже подходящие. Но, правда, здесь стало больше дубов. Ну, а тротовик пёстрый всё-таки больше любит клены. Пиву, ольфу, липу. Что-то такое. Кто ищет, тот находит. Ну, и посмотрим на качество. Так. Чистый. Ну, немножко есть. Дырочек. Дальше хороший. А здесь? Пойдёт. Да, надо было два пакета с собой взять. Так, это уже суховатый. Здесь вообще хороший мягкий. Так, вот эти. Ууу, червилы. И суховатые. Так, вот эти вроде бы ничего. Ну, червиленькие. Буквальный кусочек. Так, здесь. Да, это уже сухой. Так, а вот эти посмотрим. Да, эти явно помягче, посвежее. Вообще молоденький. Во, вообще прям нежный-нежный. Пойдёт. Так, это похоже только на котлеты. Во, вообще свежак. Прям мягкий-мягкий. Но сегодня получится у меня из жарёха и на котлеты. Два блюда. А вот это просто бинго. Нашёл идеально молодые. Прям свежие-свежие. Вот они. А здесь, похоже, какая-то то ли вешенка, то ли что-то наподобие. Может быть, лёгочная начинает расти. Но это просто. Вот это самый идеальный вариант. Это ножарёхов. Красота. Ну, а эти грибочки я пока даже не могу определить. Сейчас посмотрим. Да, это лёгочная вешенка начинает свой рост. Вот что мне нравится в этих грибах. Это сочетание вкусов. Пока ты их готовишь, они пахнут огурцом. Когда ты их варишь, они пахнут сморчками. А когда ты их ешь, они на вкус очень похожи на благородные белые грибы. Ну, или вроде того, подосиновики и прочее. Но при этом лёгкий аромат сморчков всё равно остаётся. Очень прикольно. Ну, и самое главное, что они обильные. Их можно найти достаточно много. Ну, и после всей обработки получилось у меня две кастрюли. В одной кастрюле трутовики, которые пожёстче пойдут на прокрутку на фарш. И здесь немножко совсем мягких, нежных, молодых, которых я сейчас отварю и потом просто пожарю. Здесь у меня большие трутовички уже закипают. Дам им повариться минут, я так думаю, 20-30, чтобы они стали более мягкими. И потом прокручу. Ну, остальные, которые были и так мягкими, молодыми, отварил буквально пять минут, чтобы изменился запах. и сейчас обжарю их с луком. Давайте попробуем, я так думаю, последние в этом году пёстрые трутовики. Вкус у этих грибов просто замечательный. Вопросов никаких. Довольно-таки сильно по текстуре и общему вкусу похож на благородные грибы, такие как белый, подосиновик и прочее. Но есть своя неповторимая вот эта нотка немножко сморчковая, немножко такая огуречная, какая-то вот непонятная, но она прикольная, она приятная. Обалденный гриб, просто обалденный, обожаю его. Но, к сожалению, сезонный, как и многие другие грибы, и его время прошло. Ну, а если вам интересен рецепт котлеты с трутовика, то он будет в одном из следующих видео. Специально посвящу ему целый ролик. Ну, а на сегодня всё. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, оставлять лайки и комментарии. А я желаю вам удачных походов в лес и ни шляпки, ни ножки. Всем пока!